Законы нужно менять. Да, весь бизнес будет против, потому что у нас весь бизнес монопольный. Но с этими законами жить нельзя, можно только подыхать. Цена бензина определяется не тем, что она считается в долларах. Цена бензина, в том числе и керосина, у нас в долларах не считается, считается в рублях. И я не знаю ценообразования авиационного керосина, но в цене бензина 70% это налоги государства. Да, то есть принцип такой, что в России много ценного сырья. Это ценное сырье должно доставаться с минимальными издержками хозяевам России за рубежом. А дикие русские на себя тратить эту нефть в виде бензина или нефтехимии права не имеют. Это консолидированная позиция Единой России, которая, естественно, была и продиктована правительством Медведев. Замена кадров в правительстве показалась, что уже, по крайней мере, Мишустин, как человек вменяемый. Ну что ж такое-то, вы прям с языка сняли. Как раз хотел обсудить отставки, новые назначения четырех министров нашего правительства. А были главные. Антимонопольная служба. Да, ФАС, антимонопольная служба. Новый глава, новые четыре министра. Как прокомментируете? Ну, скажем так, замена техническая, в общем и целом. Как я понимаю, это то, что планировалось на август и что нам рекламировалось в качестве «вот, посмотрите, Владимир Владимирович Путин обновит все и вся, вы не узнаете нашей страны» и так далее. Да-да-да, транзит власти пошел. Это техническая замена. А люди, которых меняют, действительно себя проявили, ну так себя. Кто может вспомнить, сказать что-то хорошее про министра транспорта Дитриха? Что он был, что его не было. И остальные примерно так же. Антимонопольная служба – это человек, который действительно в полном смысле слова яблочник. То есть представитель партии, которая официально провозглашает необходимость территориального расчленения России. Разрабатывает юридический механизм, как нужно территориально расчленять Россию. И требует от всех своих людей, которые через нее идут, клятвы верности публичной, в том числе требования расчленить Россию. Говорят, в России есть какие-то органы безопасности. Но существование партии «Яблоко» доказывает, что это профанация. Потому что ФСБ – это такой же несуществующий в плане угроз безопасности России организация, как все эти Минюсты, как и Минздрав. Это люди, которые прекрасно могут кошмарить студентов. Они прекрасно могут бороться с какими-то отдельными террористами. Но когда существует политическая организация, которая ставит свои цели в расчленении России, они сидят как зайки и говорят, ой, а мы законов не читали. Законы для вас, господа. А это либералы, они Россию ненавидят, они выше законов. Они сверхчеловеки, юберменши, а вы унтерменши по гитлеровской терминологии. Я так это понимаю, эту ситуацию. Глава антивонопольной службы, престарелый яблочник Артемьев, престарелый в политическом плане. Это человек, который обеспечил полное отсутствие антивонопольной политики в стране. Да, вы не раз его критиковали, вопрошая, где у нас вообще ФАС? Да, с таким чудесным названием «Эй ты, собачка, побегай за палочкой». ФАС занималась борьбой с нецензурной рекламой. ФАС занималась чем-то в столь цивилизованной форме, как связь мобильная. Один раз, я помню, они какую-то из нефтяных компаний обложили штрафом за повышение цен на бензин. Дальше это ушло в суды. Платил ли кто-нибудь что-нибудь, об этом так историю умалчивают. То есть, это организация, несуществующая, как и большинство структур правительства. И, по крайней мере, то, что либерал для либералов, главная, единственная свобода предпринимательства, это свобода грабить потребителя при помощи злоупотребления в анапольном положении. Господин Артемьев был живым олицетворением этой формы. Не уверен, что придет кто-нибудь лучше? Совсем не уверен. Потому что там, в общем, рассматриваются птенцы его же, так сказать, не могу это назвать гнездом, его же болото. Ну, посмотрим, по крайней мере. Из приходящих, да, и Новака повысили до вице-премьера. У меня еще есть что-то в возвышении пинком классическое. То есть, человек хорошо разбирался в нефтянке. Электроэнергетикой, по-моему, он не занимался от слова совсем. Но теперь он будет весь стэк курировать. То есть, у него проблемы с углем. Ну, товарища Новака не было видно в этих проблемах вообще. Катастрофа в электроэнергетике, организованной еще Чубайсом. Новака не было видно. Он занимался ОПЕК+. Это была тактическая победа, стратегическое поражение. Потому что мы ОПЕК+, подписали. Хорошо, что подписали. Но дальше подписали на невыгодных для себя условиях. Нужно было пересматривать. А мы сначала его, так сказать, отменили, чтобы было правильно. Ну, просто сундиты пошли, так сказать, на шантаж. Хотя Новака говорил о том, что он весной будет разорван еще в ноябре месяц. Он в ноябре говорил, что мы будем на соглашении до апреля. Но, тем не менее, продлить не удалось. А потом продлили на прежних невыгодных для нас условиях. Что за бред такой? Ну, теперь он будет вице-премьером. Из назначения новых Росгидро, министр энергетики, может быть, займется электроэнергетикой. Но боюсь, что это птенец гнезда Чубайса. Посмотрим. По крайней мере, центр внимания будет на электроэнергетику. У нас катастрофа просто. Отрасль мелко нарублена Чубайсом и сросшаяся кое-как. И Савельев из Аэрофлота, при всей ненависти к нему, которая транслируется в соцсетях, для меня лично человек очень уважаемый, который, в общем, сделал Аэрофлот очень классной компанией. При всех проблемах, которые, естественно, мы все с этим сталкиваемся. Нужно понять, что это проблема большой системы. Я надеюсь, что он что-то сможет сделать. Ну вот первый вопрос по этому поводу. Когда вы рассказываете о том, что у такого-то нового назначенца есть существенные недостатки, возникает вопрос. А вот у вас в голове, когда вы слышите про назначение, у вас есть примерно кандидатура на такие посты? Например, кто мог бы в России заниматься на серьезном, хорошем уровне антимонопольной борьбой? То есть борьбой с крупнейшими корпорациями, олигархами? Вы берете любого злого юриста. Вы берете судью, желательно, человека с опытом судов, которого отторгла эта система. Не нужно, чтобы он что-то понимал в экономике. Не критично. Всегда можно найти советников. Это должен быть человек, который должен был готов бороться за правду. Потому что антимонопольная служба – это борьба за слабых против сильных. Сергей Анатольевич Пашин. Не так уж ему и много лет, на самом деле. Один из первых судей, которые выступили против безумия судебной системы. Сейчас в Сочи в Инстаграме очень популярен судья Новиков. Бывший судья, который выступал за оздоровление судов в Краснодарском крае, и при этом остался жив. Это на самом деле выдающееся достижение. Господи, Поклонскую возьмите. Возьмите Поклонскую, которая когда-то была, на Украине, была нормальным прокурором. То есть это человек с приемлемым уровнем профессиональных юридических компетенций, просто борец. Не надо даже юридических компетенций. Человек должен понимать, как устроен закон, как устроена право охранительной системы. Возьмите нормального бывшего прокурорского. И самое главное, тут, конечно, нужно менять законы. Он должен менять законы. Нас законы не позволяют бороться с этим монопольным судом. Он должен ходить в Госдуму, ходить к президенту, ходить к премьеру и объяснять. Ребята, эти законы нужно менять. Да, весь бизнес будет против. У нас весь бизнес монопольный. Но с этими законами жить нельзя. Можно только подыхать. Второй вопрос как раз про нового министра транспорта Савельева, который раньше возглавлял Аэрофлот. Его на заседании в Госдуме спросили, почему дорогие билеты внутри страны. Он отвечает. Так у нас же все считается через валютную переоценку. Мы платим за керосин. Мы берем в лизинг сухой суперджет. Платим рублями, но считается это все в опоре на курс доллара. И вот из-за высокого курса доллара у нас, соответственно, дорогие билеты на перелеты из Москвы до Екатеринбурга, из Екатеринбурга до Хабаровска и так далее. То есть, когда мы такое слышим, во-первых, вопрос возникает. Простите, нам же рассказывали о том, что мы от курса доллара практически не зависим. Во-вторых, как эту систему, как этот порочный круг разрывать? Может ли вот тот же Савельев повлиять на снижение, в сторону снижения перелетов внутри страны? Ну, давайте начнем с того, что, как бы, товарищ Савельев Сулкавил. Он прекрасно понимает, что цена бензина определяется не тем, что она считается в долларах. Цена бензина, в том числе и керосин, у нас в долларах не считается, считается в рублях. И я не знаю о ценообразовании авиационного керосина, но в цене бензина 70% это налоги государства. И удорожание топлива – это результат налогового маневра 2018 года. Ну, просто представьте себе, в зале сидят люди, которые поставили на уши всю страну, которые резко задрали цены на бензин и одновременно сделали убыточную всю нефтепереработку при помощи налогового маневра. И он будет рассказывать, что это из-за вас, коты, этакие. У меня дорогие авиабилеты. Михаил Григорьевич, напомните, что такое налоговый маневр. Налоговый маневр – это ситуация, при которой снижается налоговая нагрузка на экспорт сырой нефти и повышается налоговая нагрузка на использование этой нефти внутри страны. То есть гнать нефть за рубеж гораздо выгоднее, чем с ней что-то делать здесь. Да. То есть принцип такой, что в России много ценного сырья. Это ценное сырье должно доставаться с минимальными издержками хозяевам России за рубежом. А дикие русские на себя тратить эту нефть в виде бензина или нефтехимии права не имеют. Это консолидированная позиция Единой России, которая, естественно, была и продиктована правительством Медведева. Но Савельеву говорить, что, господа депутаты, вы же задрали цены при помощи завышения цен на топливо, вот так его и не утвердят после этого. Поэтому он говорит вещи формально правильные. Потому что и лизинг сухих суперджетов, и лизинг самолетов. У нас же уничтожена авиационная промышленность. Уничтожена? Уничтожена. Государство Ту-204 поставило на прикол идеальный готовый самолет? Поставил. Действующий министр промышленности Мантуров. Его после чудовищной аварии с сухим суперджетом, когда выяснилось, что машина теряет управляемость после попадания в нее молний, что является бредом. Это как если бы машина обычная теряла бы управляемость в условиях дождя. И после этого выяснилось, что у него еще шасси подламываются. Что не должно быть. Боинг показывает много раз, как Боинг садится и подпрыгивает по пять раз. И ничего с его шасси не происходит. То есть машина недоведенная, сухой суперджет. Летать на этих дровах нельзя, по определению. Мантуров объясняет. Сухой суперджет лучше, чем Ту-204. Потому что мы не можем производить сухой суперджет без милости стран, которые ведут против нас экономическую войну на уничтожение. А Ту-204 можем производить полностью самостоятельно. Но Мантурова в отставку никто не отправляет. Никто не отправляет, да. Естественно, я своими словами излагаю мысль, но он выражал ровно эту мысль. Тоже не может сказать такое товарищ Савельев. Ему же потом с этим Мантуровым в одном правительстве сидеть. И он как бы как министр транспорта слабее, чем министр промышленности. Поэтому он сказал правду, но не все. При этом понятно, что уничтожена промышленность. В этих условиях все вводится из-за границы. И да, это в конце 90-х девальвация способствовала развитию национального производства. При Примакове она способствовала. А когда вы сейчас уничтожили, уничтожаете промышленность, когда у вас запрещен кредит реальному сектору. Просто запрещен. Потому что банк, если будет давать кредит реальному сектору, все банкиры выучили. Я прокредитую завод, меня отзовут лицензию банка. Все это выучили. В этой ситуации девальвация рубля – это просто рост цены ничего больше. И сверхприбыль экспортер. И когда государство занимается девальвацией рублями, в начале года, по-моему, 63 рубля было за доллар, да? 60, не помню. Да, да, 63. Вот, вот. А сейчас у нас за доллар 76? 77, да. 77, было 80. Вот, и будет 80, это понятно. Ну, может быть, конечно, будет и 50, но это не из-за укрепления рубля и из-за ослабления доллара. Поэтому, ну, одичалам говорить в лицо, что они одичалые, можно, когда вы от них не зависите. Следующий вопрос. Вот тот же министр Новак, который получил повышение с министра энергетики до вице-премьера, он высказался насчет газификации, что вот у нас теперь же Газпрому поручено наконец-то отправлять газ не только по всяким голубым и северным потокам в Китай, Турцию, Европу, но еще и начать-таки снабжать газом российских потребителей. Да, быть, того не нужно. Вот. И Мантров вот подсчитал, то есть Новак, прошу прощения, он подсчитал, что газификация обойдется в 2 триллиона рублей, и это такие неподъемные деньги, что Газпром ну никак своими не обойдется. У меня вопрос. Это он таким образом просит дотации государственной, или он таким образом просит разрешить обирать население еще больше, чем это Газпром делает сейчас? То есть я так понимаю, что он просто лоббирует интересы этой корпорации, как вы считаете, в каком именно направлении? В обоих. И там, как это, хитрое дитя у двух мамок сосет? Ласковое теле двух маток. Ласковое теле, да. Да, товарищ Новак, ласковое теле, безусловно. В обоих направлениях. Точнее Газпром. Дай триллион из бюджета, а триллион мы как-нибудь высосим из населения. Но проблема-то не в двух триллионах. Во-первых, никто не пробовал, как это... У меня всегда вопрос, когда я считаю смену. Ребята, а вы воровать не пробовали? А вы не воровать не пробовали? У меня был знакомый человек, он работал министром. Хороший знакомый. И он пришел из бизнеса. И одна из первых бумажек, которая ему прилегала на стол, она в хозяйственном управлении подсуетилась. Ремонт соседнего зала. Площадь зала 70 квадратных метров. Цена ремонта зала превышала стоимость недвижимости. Стоимость этого зала как недвижимости в центре Москвы. Господи. И он как бизнесмен поступил очень просто. Он попросил всех, кто завизировал эту сумету, списочек, и их всех уволил нахрен. В тот же день. А ну это очень удобно. Это очень грамотно. Но он как бы человек, который понимает порядок чисел. Подозреваю, что новых порядок чисел не понимает. Ему сумету нарисовали, он подписал. Завышите на в два раза, в три, в пять. Там армянские, так сказать, строители. Или там азербайджанские строители. Или кто. Думаю, что его это, так сказать, мало интересует. Так что я думаю, что если он нарисовал два триллиона, то реальные издержки, учитывая наши масштабы, ну миллиардов семьсот, я думаю. Так, на вскидку. Если убрать воровство с промежуточных звеньев. То есть, грубо говоря, ребята, а если вы грамотно организуете конкурс, то у вас будет семьсот, у вас будет в три раза меньше. Ребят, вы воровать не воровать не пробовали? А второй вопрос. Я просто напоминаю, что «Газпром» — это контора, которая умудрилась в первой половине этого года стать убыточной. У него был даже момент, когда у него экспорт был убыточен. Коллеги, а порядочек навести в «Газпроме» не дешевле, чем два триллиона из страны извлекать? Вот более практикоориентированный, приближенный к нашей грешной земле вопрос, который наверняка многих беспокоит. Многие наши сограждане пытались себе на дачный участок привезти газовую трубу, и там буквально 5-10 метров в сторону, хотя бы 1 метр, полтора метра в сторону от трубы довести до участка. Это уже дикая головная боль, огромные взятки, без этого никак. Вот в этом простом вопросе, что нужно сделать, чтобы навести порядок, чтобы это стало доступным, наше национальное достояние стало нашим, а не чьим-то там достоянием? Необходимо навести порядок в «Газпроме» и в его структурных подразделениях, потому что это грабеж, причем деньги, которые вымогают сотни тысяч рублей на этом, они идут, как правило, они идут налево, они идут по средническим фирмам. Вы платите по среднической фирме от 90 до 360 тысяч рублей. Ну, то, что я знаю в Подмосковье в разные годы. А сколько это доходит до реальной газификации, вопрос открытый. Вы можете провести дешево, для этого вам нужно собрать документы, которые вы заведомо собрать не можете. Это специально организована работа таким образом. Поэтому с содержательной точки зрения, да, нужно просто навести порядок в оформлении бумаг. Нужно, чтобы бумаги оформляли за вас те, кто это умеет делать. То есть, сами государственные структуры. Но причина этого была в том, что «Газпром» был крайне не заинтересован в газификации страны. Потому что, если вы отправляете газ внутрь страны, то вы зарабатываете на этом больше, чем на экспорте. Сейчас, кстати говоря, ситуация изменилась, поэтому... В смысле меньше, чем на экспорте? Да, меньше, меньше, меньше. Но сейчас, по-моему, уже внутри страны, может быть, они и больше с нас сосут, чем на экспорте. Надо посмотреть. Но это вопрос оздоровления «Газпрому». При этом есть губернаторы, которые наводили порядок в этой сфере. Скажем, губернатор Савченко в Белгородской области. Он просто взял этот процесс под контроль. Он просто не позволил вымогать из людей деньги. И газификация проходила чуть ли не автоматически. На каком уровне должен решаться этот вопрос? Это новые законы нужно какие-то принять? Это вопрос внутренней «Газпромовской» инструкции, на самом деле. Всё, Делягина в руководителя «Газпрома». Чтобы он навёл там порядок. Так, Михаил Геннадьевич. Знаете, у нас, к сожалению, смертная казнь запрещена. Поэтому, как у одного из наших олигархов, у него в кабинете на видном месте стоял такой железный пруд, которым он избивал своих менеджеров. Уж другого языка дичалы не понимают. Я не могу даже, как бы, говорить плохо об этом человеке. Человек не симпатичен. Но при определённой степени загратости люди просто другого языка не понимают. Следующий вопрос переносит нас в политическую площадь. А представляете? А представляете, этот самый Мишустин приходит на заседание правительства не с монтировщикой, нет, с настоящим железным прудом. И начинает избивать силуан. Прям под камеру. Вообще ходят слухи о том, что Владимир Владимирович иногда рукоприкластвует к чиновникам. Это реалистичные слухи? Вы знаете, был один эпизод, но это был не совсем чиновник. Это был крайне доверенный для него человек, который пришёл к нему с вопросом, «Владимир Владимирович, а может, я ваше место займу?» Больше он таких вопросов не задавал. Он не производит впечатлений человека, который этим может заниматься. Был случай, когда он приписывается, Греф, когда он был министром экономического развития, на заседании совета директоров он при полном совете директоров избил Миллера. Якобы. Но учитывая Миллера, это тот редкий случай, когда я господина Грефа скорее поддержу. Потому что Миллер принадлежит к людям, которые слов, по-моему, не понимают вообще. Греф глава Сбербанка, Миллер глава Газпрома. Нет, тогда он был главой Министерства экономического развития. Опять-таки это слушаю, называется «Свечку лично не держал». Говоря, про Путина я много чего слышал, но такого я не слышал. Ясно. Но это явно противоречит утверждениям господина Соловья. Это, кстати, его же группа распространяет подобную информацию. Они просто занимаются информационной подготовкой, я так понимаю, либерального госпереворота. Они максимально нагнетают идею. При этом Соловей, судя по всему, под украинским контролем находится. Потому что он там в одном из интервью сослался, его спрашивали явно, это было, так сказать, режиссировано для рекламы. Есть такой интернет-канал «Генерал СВР». Да, да, да. Но правильнее его было бы называть «Генералом СБУ». Потому что канал удивительно информирован в том, что касается Украины, и удивительно не информирован во всем, что касается остальных вопросов. Но просто некоторые прозвища, которые приписываются Путину, ну, как бы, по крайней мере, одно прозвище я знаю, и оно совсем другое. Оно совсем другое. Еще хуже. Нет, на самом деле, на самом деле получше, чем те, потому что хуже, чем то, что там пишется, нельзя. Но это, как бы, это просто видно и по интонациям, и по уровню культуры. Это украинцы. В чистом виде. И если товарищ Соловей лежит под американцами, это ладно. А он еще под украинцами может лежать. Ну, я присмотрюсь, хорошо. Так, переходим в политическую плоскость. Мы уже практически там.